и здравствуйте 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 это канал максимадзе и у нас minecraft прохождение карты эта карта называется как же она называется я тоже забыл короче ну-ка а the garden parable называется она в общем вообще по порядку прислание карт мне следующей карты должна была быть не эта карта эта карта ты горяча а мне а карта которая на очереди должна быть была прислана тем же подписчикам что и предыдущие карты не только предыдущие кстати он присылал мне карты довольно таки быстро часто они все довольно хороши но они все довольно по 1 однообразным так сказать путем сделаны как будто играешь можно сказать в ту же самую игру просто видишь там разные локации другие диалоги ну и все а так карты слишком похожи друг на друга ну поэтому я предлагаю решил пока что переключиться на эту карту чтобы было хоть какое-то разнообразие пока временно эта карта на одного игрока для версии 1710 карта с модами ссылка на все на карту и на моды будет в описании под видео карта на одного игрока но впрочем даже если бы и на 2 то либо мне бы и если обязательно для двух то я бы его сейчас пока не снимал а если бы мор можно было бы для двух я бы ее только один пока снимал к сожалению мы мне сейчас нужно так сказать новый напарник для для прохождения карт майкрафте возможно им станет лёха он мне недавно спрашивал что говорил что хотел бы со мной сыграть майкрафт так что может быть как-нибудь мы это сделаем надо только с мультиплеером разобраться с мультиплеером это реально танцы звуны делать а с андреем мы больше не это не контактируем и контактировать никогда уже нет скорее всего не будем потому что нехороший он человек эгоист лицемер друзей не уважает и короче очень высокомерный человек и предатель вообще пол и пока и ну или по крайней мере в этом году стал им шесть лет вроде знакомы а так ну в общем ладно неважно не будем это много говорить особо но история там долго и короче давайте прочитаем добро пожаловать на карту для версии 1 710 форш под названием the garden pearl насколько я еще помню на стэнлоу парабл пародия как кстати грустный лот парабл мне предлагали я что-то даже думал сыграть не или нет вроде бы неплохо выглядит может реально стоит сыграть на русском притче о гардене это пародина игру стэн стэнли парабл вот то я неправильно название сказал стэнли парабл перед тем как начать прочитать правила и сюжет карты с концовками то есть даже не с одной концовкой правило обязательно играть на сложности мирная карта только для одного игрока не ломать и не ставить блоки не используя 4 самая важная карта с модами уже второй раз сказал если вы не установили их и запустили карту удалите ее установите моды из архива из карты установите карту по новой карта только для версии 1710 форш при желании можно использовать оптифайн у меня оптифайн как раз такие версии с оптифайном сейчас автор никаких ошибок на карте не сделал но я буду на это надеяться карта не проходится практически на нее множество концовок как стэнли парабл я к сожалению стэнли парабл не играл поэтому не могу а пока еще представить о чем будет карта сюжет эта история человеке по имени гарден гарден или сотрудник кабинета 210 работал в одной фирме занимающие огромное здание мистер гарден американец приехал сюда в чубы чубы киню и в ефембург задача сотрудниками сидеть было просто он нажимал на кнопки которые высвечивались на экране его компьютера и так продолжалось несколько часов с какой зелёный жима но однажды спустя такое время гарден перестали приходить письма а также указание на мониторе открыв дверь он увидел что весь офис пустой не было ни одного не было ни одной жизни там а вдруг все могли выйти переговорную или конференцию поэтому гарден решил выйти своего кабинета и войти туда окей хорошо а теперь начинаем карту собственно начать карту если прочитали правило сюжета собственно вот один из модов как раз таки здесь этот мод мистер крейпич футур или как он там назывался правильно и что-то уже не припомню короче мод на мебель офисе никого не было что же случилось гарден решил зайти в переговорную надежно что что он мог что-то пропустить 207 208 209 окей там ничего нету 205 вот что-то я не очень выспался сегодня наверное оказавшись перед двумя открытыми дверьми гарден не думая вошел в левую в левую переговорной тоже никого не было гарден не поверил своим глазам решил залезть на стол ладно решил подняться в офис босса может там есть объяснение ситуации пройдя по лестнице гарден поднялся наверх ну ладно лезем наверх указанием карты следует а я вот это вот эту локацию видел в трейлере для места в трейлере карты который он предлагал зайдя в офис босса гарден опять удивился не обнаружив там ни одной живой души как это могло произойти он думал и думал несколько минут позже он заметил возле белых диванов кодове панели в любом случае случайно увидел на компьютере директора неделю назад 0 824 это типа этот август 2024 года разве это не пароль от этой двери открывал ли он ее до этого откроется ли теперь нужно проверить обязательно поэтому не очень долго думая гарден набрал код 0 824 0 824 08 20 а если неверную виду а ничего не произойдет 08 24 вот у какой кайфовый диван у босса в кабинете не понял она ограниченное время ну что ж неплохо все какое-то время гарден набрал пароль очень хорошо он прошел в открытую дверь что это спускаясь куда-то в глуби здания гарден обратил внимание на какой-то странное чувство его переполняли эмоции как будто мысли его стали смелее и свободнее неужели это место всем скрыли от всех работников фирмы ни хрена себе чё так глубоко то блин когда все это увидит и увидит ли это вообще возможно этот вопрос пока без ответа надолго гарден зашел в большую дверь с под надписью цех а точнее цех управления зданием цех управления зданием а тут он даже написал буквами кстати говоря он не что-то писал еще когда присылал карту мне что-то еще там присылал чтобы обязательно запомнил так сказать ну ка так не 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 чуть выше чуть выше ну ка или не писал что-то или это не или это кто-то другой карте писал чуть не припомню по моему там про концовки что-то было ну ладно там карте прилагался файл но сейчас она по ходу разберемся несмотря на то что на стене было написано выход на самом деле в конце длинного коридора гардена ждала лютая смерть механизм пришел в движение он был готов убить гардена за последние ниели своей жизнью проработал большом здании одной фирмы но из-за пропажи коллег он решил покончить собой поэтому кроме тех у него больше нет других друзей жены у него еще не было и теперь не будет родители давно умерли по же и гарден женский голос прощай кричал рассказчик глядя как гарден беспомощно направляется в объятие металлического пресса в один момент гарден перестал существовать раздавленный насмерть стальной машины переломавшие его кости ну и как а какая машина переломала мне кости я под низ провалился но пройдет всего несколько минут и гарден сидит в своем месте живой и невредимый снова запустит игру интересно чего же хотел добиться рассказчик the garden terrible если каждый твой путь был создан заранее смерть остается бессмысленной так же как сама жизнь вы понимаете что с момента начала игры гарден был мертв ни хрена не понял если честно но очень интересно портреты которые висят в офисе интересные комнаты ни хрена себе выглядит так как будто я в начало попал дата начала разработки 3 августа 2024 года окончание короче когда он не прислал на карте концовки как в той игре некоторые концовки однообразные на карте есть пасхалки секреты также немного юмора и заблуждения а после основных концовок и открываются бонусные прохождения блин не через этим придется париться что ладно посмотрим что здесь офис уже стал каким-то другим совершенно еще даже а подождите кстати а мирная мирная стоит сложность да окей то что надо только взгляните на эту парочку как же они хотят обрести друг друг друга как же они хотят управлять друг другом они оба желают свободы кто летучие мыши а нет тут несколько летучих мышей выключить the garden пирогу вы видите как они нуждаются друг друге а по а вот тут я уже не выберусь послушайте меня вы все еще можете их спасти остановите программу пока они оба живы покиньте игру скорее же только так вы сможете выиграть садитесь чужого пути хоть и это будет вашим выбором чтобы вы не делали выбирайте сами не давайте сделать ур что-то там кур не знаю я опять в таком же офисе в каком был самом начале ладно хорошо давайте если это так идет то попробуем другими путями пойти может еще где то есть входы войдем в правую дверь пожалуй оказавшись перед двумя а переговорная была совсем не там га горден прекрасный зал это наверное хотел снова зайти в комнату отдыха лишний раз полюбоваться и но тут поди явно еще что-то может быть какая-нибудь открытая дверь ах какая прекрасная комната здесь никаких работников офисов офиса на нервы не по-любому на конференции могут быть так ведь холодильник пустой всю жату забрали равно не приходилось заниматься делом поэтому решил вернуться через дверь по левой стороне коридора и в какую надо входить на правильный путь нет пойдет пойдемте ка туда горден был настолько сердит что вспомнил о том как он пять лет назад чуть не потерял свой язык горден послушай меня мы оба потеряли нить я ведь не враг тебе совсем нет я понимаю что сложно бывает кому-то довериться но ведь ты согласишься что одна история была именно про тебя ты кем-то раздражаешься ты забыл о ком-то городом ты можешь хотя бы не каждое решение сам принимать я ведь не за себя прошу а за нее кого ее я щас не управлял эта штука сама меня передвигает тут короче флаги один из них российский конечно же знаешь что я не хочу быть снова непонятных и 20 давайте снова перезапустим игру а если нажму запустить о нет нет зачем ты запустил запущенную игру как ты это сделал ты вообще ты вообще не то выбрал вот написано жене какого выбора garden заходит ком ну ту одна перезапускает игру другая выключает ее тут ничем подобного сейчас не было выбор основное преимущество реальных персон слитно почему-то описано случае неправильного использования сопряжен с большой опасностью в этом пример гипотетической реальности перса персона персона не блин по имени стивен стоит перед выбором почему много чусли там так написано практическое занятие проведет инструктор на основе матери изложен комната изрядно пострадала в результате создания созданного вами противоречия не волнуйтесь при когда вы знаете как правильно принимать решение вы снова кажутся перед выбором которые вы сделали несколькими минутами ранее прими верное решение сюда пожалуйста охренеть и горячий чё ты заморочился с этой карты я смотрю куда мне надо идти я них и на них иначе не понимаю не не достать далеко больно сундук тогда я и входил ой почему один стул в полу а черт все пропало это после всех наших разговоров про сюжет историю все потеряли и все испортили почему за что вам так поступать вам так интересно посмотреть как посмотреть как игра разрушается переду свалка просто все напрасно что мне теперь делать даже если здесь выход какой в нем теперь смысл наверное лифта тоже завалило хорошее дело наверное том что ничего уже не смогу сделать все вы я не смогу это забыть мне придется закрыть я снесу игру ой все что тут посередине этой свалки с мистером который думает умный короче дайте ка я сам уме дочитаю ничего не понимаю если честно войти в дверь слева и ну вот я зашел опять залез на стол опять прошел сюда а на этот раз здесь только лезть лестница только ведущий наверх и лестницы вниз нету кабинет босса теперь выглядит по-другому ночной свет 245 сказал кодовое слово гарден поговорим проговорил пароль ночной свет 245 он сказал это прямо в кодовый приемник после дверей вот здесь на стене я прошу прощения вы наверное не расслышали меняю у нас какие-то проблемы пожалуйста скажите кодовое слово в приемник иначе будем постоянно здесь сидеть это важный шаг я что да что же такое да что же это происходит а я выберу сообщать сюда или нет через за прикол я не понимаю что за что это за что задолбанная карта блин какие-то про какие-то запутанные коридоры какие-то блин один видео туда другой не туда а тот который ведет туда тоже ведет и туда если я снова пойду туда и выберу другой путь пойду туда я опять сюда пришел а теперь пойдем в подвал нет тут все двери закрыты понятно сюда нас здесь не ждут опять этот офис ну-ка а тут что а это туалеты просто понятны 08 24 но и опять то же самое чуть-чуть делать и опять в то же самое место пришел ой господи как это как проходить это я что-то не понимаю вообще смысл этой карты и этой игры совершенно так прошлый раз я туда зашел теперь зайдем как раз таки в цех управления зданием в этом зале монитор видеонаблюдение за офисами включая кабинет города на вот там вот что за тайна хранится там долгое время ну нет нет он оказывал он отказывался в это поверит а пусть там и телепорт будет неужели там всего лишь один microsoft неба 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 что это значит и меня теперь поднимает а нет не высоко пустые код без одной код без одной цифры на стене снаружи без одной цифры на стене снаружи 4410 а последняя цифра какая а последнюю цифру наверно надо угадать самим 410 а последнюю цифру так придется угадывать 410 2 3 4 5 6 7 8 9 ты все еще будешь так себя вести как и себя веду правильно мыслью о да что теперь дальше это место оказалось бесполезным ой рано или поздно он поймет что нельзя уходить из офиса даже если все пропали рано или поздно подумать на своем поведение зачем он пришел в это секретное место да блин эта карта издевается надо мной ладно пойдем опять по этому же пути и нажмем нет не ну что за прикол я не понимаю эта карта угорает надо мной сидит тут я просто чё-то вообще офигевая сколько может я долго вы я долго сидеть в одном месте буду 08 24 блин Там дверь закрыта. Там нас не ждут. Закрыто? Но здесь закрыто. Нас там не ждут. И блин, я кругами ходить постоянно что-ли буду? Это другого пути нет, только сюда нажать. Наверное, игра же хочет, чтобы я все варианты проверил. Все дороги проверил. Каждый выбор сделал. Каждый божий выбор. Ладно, еще один круг делаем. Если там опять закрыто будет, то, видимо, там закрылась стена, и мне придется ее через креатив выбивать. Ну, блин. Вроде бы сделано интересно, конечно, но что-то это прям уже давит на мозги. Какой выбор правильный? Все, что я выбираю, все оказывается неверным. Да заперто здесь. Ладно, геймот включаем. Ну, мне что-то кажется, что тут не просто так вот это вот стоит. Типа я не должен возвращаться сюда. Приближение у меня тут стоит 410,9, по-моему. Так, 410,9. Теперь нажимаем нет. Все, электричество в здании выключилось. Начал открываться выход. Неужели этот босс с большим количеством его подчиненных решили обмануть Гардена? Неужели у Гардена нет никаких, даже нет никаких коллег? Его просто обманули и пытались подставить. Выйдя на просторы природы, все было тихо, и Гарден был счастлив. И вот, когда выход открылся, Гарден вышел на свободу. Скорее всего, он пройдет работать в настоящее место. Как же все обошлось? Он оказался живой и невредимый. Слава Богу, он вернется домой с миром. А, то есть... То есть это хорошая только что концовка была. И опять все пошло заново. И, знаете что, ребята, мне что-то кажется, это будет так продолжаться вечно, пока у меня батарейки не сядут. Ладно, давайте посмотрим последний вариант. Я полагаю, что есть еще вариант перезапустить игру, которую вот я там нажал. Запустить игру. А что будет, если я... А, подождите, а тут что ли? Понятно, сюда... Нас там не ждали. Подождите, а тут везде плиты эти. Блин, промахнулся. Сейчас еще раз попробуем. Я в правую зашел. Если я туда прыгну, я туда никак не попаду. Я прыгать могу вообще. Ой, бегать. Ага, вот здесь нету плит. Я сел в какой-то автобус тут у нас имеется. Бумага какая-то. Я не знаю, зачем она. Пробел. Т. То. Той. Ход. Той коп. Той коп. Игрушечный коп, что ли? Это как понимать? Что это может означать? Той коп. Ну а как... Ну а как... Что это значит вообще должно? Мне что-то не ясно. Так. Еще раз идем. Снова сюда. А здесь у нас чего? Той коп. Ну-ка. Это нам о чем-нибудь может сказать? Там что-то подсвечивается внизу. Гарден, как ты сюда попал? Как у тебя это получилось? Ну вот так. Короче, я вижу тут еще какой-то путь один есть. А вот, я сюда не мог попасть. Да. И что теперь все? Как ты умудрился сюда попасть? О! Мне кажется, стоило бы бродить по местам. Что это вообще значит? Что теперь дальше будет? Ничего. Понятно. Опять я заново начал. Туда никакого смысла идти не было. Так, нет. Пойдем еще раз входим в правую. И нажмем кнопку перезапустить игру. А, подождите. Секунду. Тут еще какой-то вход есть. И даже не один, а два. Нет, этот закрыт. Эй, ты серьезно? Действительно хочешь сказать, что мне совсем не доверяешь? Почему ты думаешь, что желаете тебе что-то плохого? Как мне убедить тебя, что я хочу доказать, что это хорошее? Поверь мне. Дай мне доказать, что я на твоей стороне. Это вообще кто говорит? Хрен его знает. Так. Все двери закрыты, кроме воды. Слушай внимательно. Гарден вошел в красную дверь. А если я в синюю зайду, то ясно. Ладно, сначала мы пойдем туда, куда велит игра. Слава богу, ты меня послушал. Теперь ты понял, что я тебе зла не желаю. А куда же мы идем теперь? Вообще-то сегодня воскресенье, а не вторник. Это просто был розыгрыш над тобой. Ты просто пришел на работу по собственному желанию. На свете полдня. Давай теперь пройдем на выход. Поедем? Говоришь. Ну давайте поедем. Троллейбус сломался. Только на нем мы можем поехать в центр. Что ты хочешь сказать? Ведь ты американец. Троллейбус не работает. Ты все еще хочешь в нем сидеть? Я вообще не понимаю, что тебе здесь делать, словно у троллейбуси. Тебе хочется новых концовок? Сочувствую, может с ума сойти опять. Да блин, ну это приколы. Что это за приколы, а? Ладно, а давайте зайдем теперь в синюю комнату. Нет, слушайте, сколько тут концовок вообще? Ладно, сейчас войдем в синюю комнату. И тут еще один выбор. Ладно, сначала я ошибся. Нет. Нет, я нажму красную кнопку. Ладно, можешь. Ты можешь меня слушаться. Просто хочешь узнать, что в конце этого прохода. Ладно, давай смотри. Видишь, ничего здесь и нет. Я даже не закончил эту часть игры. Я ничего даже смотреть не успел. Меня опять телепортирует. Это что такое? Лабиринт. Боже ты мой, еще и лабиринт. Ненавижу лабиринты, но давайте попробуем что-то сделать с этим. Тупик. Тупик. Пройдем туда. Ага, вот, все, выход. Да, уж это был легкий лабиринт. Пока я доделаю в эту версию, поставь оценку, что ты прошел сейчас. Блин, ты издеваешься надо мной постоянно. Один. Один балл, ты серьезно? Мне очень стыдно за тебя. Но понимаешь, это лишь альфа-версия. Первые версии могут быть и плохие. Пока ты решил мою первую головоломку, я уже создал вторую. Ну ладно. Вот здесь ты должен найти дверь под номером 100. И отдаю тебе 10 секунд. Похоже, я не успел ее поставить. Слушай, ты, блин, Игорь, что ты надо мной угораешь, что ли? Я как будто в какой-то комнате, но при этом я тут вижу какие-то здания, какие-то входы. Ну-ка, куда это? А, тут вы черные, это вообще ничего там нету. Ничего здесь нету. Меня пойди опять сейчас, телепортер нет куда-нибудь. Опа, а тут что? Вам доступна бонусная концовка, пройдите в левую дверь после переговорной. По лестнице пройдите вниз. Так, еще раз, пройдите в левую дверь, после переговорной по лестнице пройдите вниз. Там закрыто, по-моему, все было. Ну, давайте попробуем. А, тут открылась дверь одна. Кабинет у директора. И это кабинет директора такой, да? Нажать кнопку. Тревога, тревога, тайкобы вперед. А, тайкоб. Это то самое, что мы разыскивали. Ага, это меня. Короче, давайте нажмем кнопку, где это, перезапуск игры. Еще раз. Перезапустить. Я ничего не понимаю, все стало по-другому. Я же начал игру понову. Все двери закрыты. Кажется, кнопка в том месте обманула нас. Она просто загружает простую локацию, которая не входила в игру. Следовательно, мы не сделали рестарт. Точнее всего. Вот сейчас точно. Вам доступна бонусная концовка, пройдите дверь 202. Да блин, когда эта карта уже закончится, а? 202, говоришь? 203, 204, 202. Гарден, прекрасно видеть все новые и новые места. А вот, и за другими закрытыми ничего нет. Раз ты здесь, мы перезапустим игру, вот тебе и бонусная концовка. Ну и, ну и че? По-моему, я уже все посмотрел. 200, там еще что-то есть, но меня туда не пускают. Возможно, там еще одна бонусная концовка. Что если я нажму опять, короче... Я просто помню, когда я ходил в этот, как его... После какого-то момента, я когда между двумя этими открытыми дверьми находился, мне предлагали зайти наоборот вправо. Это явно что-то дело в меня изменяет. О, господи, 42 минуты уже, ну-ка дайте мне выбраться отсюда. Какую стрижку, господи. Ну, дайте мне уже вернуться назад, а? Хорошо. Хорошо. дверь слева да я правильно сейчас сделал потому что я тогда выходил как раз таки в левую пошел стул ой ладно тут пришлют без геймода было не обойтись выхода тут нет для блин я опять в этом месте сам не понимаю я что-то уже ничего опять не сносят игру какого хрена и и опять хрен знает где блин и опять в этой комнате я зашел дверь слева ну и что ага вот да вот все ли я тут правильно выбирал this is not connected to another inventory scanner block вот туда нас что-то не пустили нифига и Продолжение следует... Опять, короче, я попал сюда и, видимо, там других вариантов уже быть никаких не могло. Мне кажется, давай... Мне кажется, я уже всё сделал. Давайте просто проверим остальные двери сами. Я уже не знаю просто, как их открывать. Что здесь? А, нет, за этой дверью ничего полезного. Это просто для красоты, наверное. Но, может быть, за той дверью есть что-то. Хм, здесь я был уже. Так, ладно, сейчас я посмотрю файл игры. Был ли там ещё что-то написано? Короче, скорее всего, да. Я перепутал с какой-то другой картой. Важный файл, видимо, в другой какой-то карте был. Здесь ничего уже больше важного не было. Короче, я так понимаю, больше ничего на этой карте нету интересного. Вроде бы всё посмотрели. Давайте включать геймод 1 да взрывать карту эту. Которая... Ох, ну наконец-то я на свободе. Наконец-то я выбрался из этой проклятой зоны. А, это... Всякие... Эти тексты. Ну-ка. Будем взрывать карту. Командные блоки невозможно, по-моему, взорвать. Если не ошибаюсь. Там что у нас находится? А вот тут... А здесь я, по-моему, не был. А, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. А я был тут, был. Был. Был я здесь. Да-да-да, был. Так, теперь слетаем туда. Это, видимо, та комната странная, в которой... был этот как его игрушечная к эта комната или я не знак называет называть троллейбус который не работает не едет той коп ограничение строительства 256 блоков нифига себе даже такое есть майкрафте но я не буду тратить время на то чтобы все до конца прям взрывать карту слишком какая-то огромная но вот офис точно надо взорвать вот и что-то меня прям задолбал просто голову мне морочит скорее все это не главный офис был главный офис похоже здесь потому что там я что-то не обнаружил никаких коридоров ну да наверно ладно короче давайте на этом закончим ну карта в принципе не такая уж и плохая я бы не сказал что прям идеальная но плюсик заслуженный я думаю точно можно поставить карта заняла много времени если ее прошел то я надеюсь конечно прошел типа на сегодня все сосы коз подписался с меня и пищи видос подписывайтесь на мой блоговый канал вступать в рубу вконтакте подписывайтесь на всякий случай еще на канал дзене и всем пока а 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 вот а а а а и а а а а Редактор субтитров А.Семкин